Размова в створении умов для занятков спортом людей с обмежаванными физичными махчымастями начинается еще до наведывания центра. Зараз на прилеглой территории ведутся работы по укладке специальной плитки, которая допоможет ориентоваться слепым и людям с дренным зроком. По великим рахункам этой работы еще один крок по створению для людей с обмежаванными махчымастями с прияльных умов для занятков спортом. Початком реализации этих планов стало открытие в 2017 году областного центра Олимпийского резерва по параолимпийских и дефолимпийских видах спорта. За минулий часы трималися створить недренную базу для профессийных тренировок, а ле межи для удосконаливания, как вядома, не иснуе. У нас есть бассейн, есть спортивный зал, есть восстановительные блоки, есть сауны. Нам немножко не хватает тренажерного зала, который мы потихонечку своей помощью, с помощью инвалидов-спинальников. Они нам в этом плане немножко помогают кое-какими тренажерами. Но в целом в следующем году мы планируем, чтобы прикупить еще тренажеры и более была подготовка качественная. Сегодня у областного центра Олимпийского резерва по параолимпийских и дефолимпийских видах спорта развивают 11 накерунков. От плавания и вольной борьбы до настольного тенниса и шоу-дауна. Прошим, размовы не только об тренировках, але и довольно значных спортивных досягнениях. Старшиню облаканкама Геннадзя Соловья знаменит со статистикой. Только за этот обученный год на официальных международных споборненствах представники Гомельшины завоевали 15 узнагород. Чемпионат света по легкой атлетации – сярод глухих спортсменов. Международный турнир по шоу-дауне. Чемпионат света по плаванию – сярод инвалидов по слыху. С паборненствы – сусветные серые гран-при по легкой атлетации – сярод людей с захворюваниями опорно-рухольного аппарата. Это только некоторые селетние старты, с которых Гомельшане привезли медали. Зараз у Центра рыхтуются до шоу-дауне по борозбе сярод инвалидов по слыху. И он пройдет в Гомеле с 28-го Кострышника до 3-го листопада. Большой радость у нас в Гомеле губернатор поддержал эту инициативу и решили провести в Гомеле шимпионат в Европе. Главное направление, главное это соревнование, это привлечь молодых, глухих спортсменов к регулярным занятиям спорта, как бы популяризировать борьбу. А перспективы. У нас есть неплохой молодой парень, Колесный Алексей, который очень серьезно тренируется, будет выступать среди кадетов. Надеюсь, им какого-то медали он принесет. Это именно от Гомельской области.